На планете Земля кризис идей. Никто не знает, что делать с беженцами, как улучшать экономику, как договориться с террористами, и вообще, такое ощущение, что человечество всё несчастнее и несчастнее. Нету новых идей, нет к чему стремиться, нету целей, и вообще всё плохо, и все мы умрём. Таким вот декадансом позвольте мне начать рецензию на игру Fallout 4. Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого. Ну что ж, не зря я вначале начал про кризис идей. Дело в том, что он касается и игровой индустрии. Очень много в последнее время выходит игр, которые не приносят ничего нового, а топчутся на месте и эксплуатируют старые идеи, заставляя нас по-второму, а то и по-третьему кругу пережёвывать и пережёвывать то, что уже было. У четвёртого Fallout'а ровно две проблемы. Во-первых, он насквозь абсолютно непоправимо вторичен. А во-вторых, в мир, который представлен в четвёртом Fallout'е, попросту не веришь. Ну давайте по порядку, по поводу вторичности. Вообще вот слоган Fallout'а можно перефразировать Bethesda. Bethesda никогда не меняется. Эта компания уже на протяжении 13 лет, по моему мнению, продаёт нам одну и ту же игру из раза в раз. Замечательный маркетинговый ход, и тем более мы с вами это хаваем. Что же сделать? В общем, как они придумали Моровинт, так они только его технически улучшают и упрощают ролевую систему. А так, это всё та же песочница. Сначала было в фэнтезийном мире, а потом и с покупкой франшизы Fallout'а. Bethesda чередует фэнтезийный и постапокалиптический мир. Напомню, третий Fallout называли Обливион с пушками, потому что он очень был похож на Обливион. Только в будущем. Собственно, про четвёртый Fallout'а сейчас говорят Скайрим с пушками. Но на самом деле это всё та же одна игра, потому что смысл и квесты одни и те же. Нам дают квест, мы пробираемся по долгому длинному подземелью, в конце которого нас ждёт, собственно, цель квеста. Либо кого-то убить, либо взять какой-то артефакт. В четвёртом Fallout'е всё то же самое, только вместо подземелья тут здания, напичканные какими-то следами разрушений, из-за которых нам невозможно просто по ним ходить. Нам приходится ходить по лабиринтам из этих разрушений, собственно, что и соответствует подземельям в том же Скайриме. Очень редко бывает несколько путей к финальной цели, и то там буквально что-то можно срезать, только если ты сможешь взломать терминал или открыть отмычкой дверь. Кстати, взломы здесь точно такие же, как в Скайриме, я ещё не удивлюсь, если они и графику даже оттуда взяли. Но дело в том, что третий Fallout был необычен хотя бы своим внешним видом. Впервые Fallout был трёхмерным, впервые мы попадали в крупный город, действительно, напоминаю, что третий Fallout проходил в столичной пустоши, то есть это был Вашингтон, там мы по развалинам Пентагона ходили, на развалинах Белого дома танцевали. В общем, это всё было очень необычно, это было интересно, захватывающе. Да, не очень Бесезде повезло создать нормальную ролевую систему, и вообще ролевую игру не особо получилось сделать, но это исправил Obsidian, или, наверное, правильно, исправила компания Obsidian, которая выпустила Fallout New Vegas, и, в общем, я с удовольствием и третий Fallout прошёл, и Fallout New Vegas, это было ново. Так вот, я вам хочу сказать, что Fallout 4 меньше отличается от третьего Fallout, чем Fallout New Vegas от третьего Fallout, представляете? Собственно, самое большое отличие, только, ну, пожалуй, внешний вид, ну, и добавление кое-каких ещё штук, о которых чуть позже. То есть, это опять тот же движок, по-хорошему, который всё ещё не умеет входить в здание без загрузки этого здания, в то время как, напомню, третий Ведьмак уже полностью бесшовный мир нам предоставил, который мало разрушается, который, ну, выглядит уже устаревшим, но Песезда продолжает его эксплуатировать. Я бы ни слова не сказал, на самом деле, по этому поводу, потому что движок тут не главное, если бы и всё остальное в мире четвёртого Fallout было из третьего. Ну, ёлки-палки, ну как так можно халтурить вообще? Они всё сюда перенесли, они роботов тех же перенесли, чистящие средства Абраксо тоже самое перенесили. Я вам более того скажу. Музыка на радиостанции та же самая, но это вообще уже ни в какие ворота. Им что, было лень подобрать ещё несколько новых оригинальных песен вместо тех же Set the World on Fire и Civilization бинго-бонго, блин. Ты настолько лень было заниматься контентом для игры, что даже оставили те... Нет, там добавили несколько новых? Несколько. Но в основном всё то же самое. Я впервые вот в этой серии Fallout перестал слушать радио, потому что я это уже всё слушал, мне это, блин, неинтересно было. Но я слушал классику там, прям поразительно. Те же модели роботов, всё практически то же самое. Там парочка новых монстров добавлено, ну, типа сказать, что вот оно. Ну и, конечно, это пародия на Симсов ещё, о чём будет дальше. Я не понимаю, какую работу Bethesda провела с игрой. У них просто теперь шаблон есть. Они берут какой-нибудь город США, в данном случае это Бостон, ну, переставляют там здание, по своему разумению, переворачивают наоборот сюжет. Если в третьем Fallout'е вы были сыном, который ищет отца, то в четвёртом Fallout'е вы отец, который ищет сына. Причём сюжет, ну, блин, настолько это всё как-то странно. Ну, во-первых, ты своему герою не сопереживаешь, потому что, я думаю, не у многих из нас вообще есть дети, потому что в игры-то играют, Оля, всё-таки такое молодое поколение. Ну, хотя, я думаю, мне в комментариях меня поправят, что у меня вот есть ребёнок. Но сложно сопереживать, когда какой-то вот человек на экране ищет сына. Это не очень такой повод для игры. И когда он это вот пафосно ещё нас заставляет об этом говорить, нашего главного героя, ну, ох, тем более тут ещё, сейчас постараюсь не спойлерить, но настолько это было всё обставлено, что я сразу понял, в каком виде наш герой своего сына найдёт. Прям секрет Полишинеля. И все квесты такие, у тебя нету ощущения загадочности, что ли? Тебя не удивляет эта игра квестами, именно квестами я обращу ваше внимание. Они тупые и пафосные. Тупые, потому что они практически всегда одинаковы. Это всё те же «дойди до конца подземелья». Причём иногда эти «подземелья», ну, «подземелья» в кавычках, потому что это и не всегда «подземелья», но смысл в том же, что вы идёте по какой-то такой кишке прямолинейной, в которой в конце вас ожидает или босс, или награды, или ещё что-то. Они настолько иногда долгие, что уже кажется, ну, ребята, ну, заканчивайте уже этот квест, ну, сколько можно, ну, не хочу я дальше это всё узнавать. Причём мотивы поведения ни вашего персонажа, ни других персонажей в этой игре мне вообще непонятны. Бред полный, зачем они так делают, почему они так поступают. Как всегда есть несколько фракций между собой соперничающих. И хоть я и не прошёл игру до конца, хотя сейчас на 47 уровне уже прокачался, я понимаю, что нас заставят выбрать какую-нибудь из этих фракций. Мне вот тоже это всегда не было понятно. Вот посмотрите, герой практически в каждой фракции выполняет какие-то квесты, там, заслуживает доверия. Почему он не может, например, собрать нескольких людей из этих фракций и заставить их найти какой-то компромисс между собой? В жизни не бывает такого, что, блин, всё, я вот выбрал эту, и все остальные должны идти лесом. В жизни люди всегда ищут компромиссы, иначе всё заканчивается, собственно, убийством другой фракции, как это происходит в четвёртом Fallout. Хотя, по-моему, никто не хотел бы умирать. Все хотят договориться, но этого нету. Собственно, как нету и ролевой игры. Тут нету отыгрыша роли никакого. Да, ролевая система опять сильно упрощена, ещё больше упрощена. Я думаю, мне многие напишут в комментариях, опять же, чувак, так теперь третий Ведьмак, там вообще практически нету ролевой системы, но ты его как-то по этому поводу не критиковал. Дело в том, что Ведьмак — это оригинальная игра. Там разработчики сами всё придумывают и сами делают, что хотят. У Bethesda же изначально была очень хорошая основа Fallout, придуманная умными людьми, и эта интересная основа именно интересна в том, что позволяет очень по-разному игру проходить. Это особенно касалось первого и второго Fallout, и очень хорошо видно вот в недавно вышедшей Age of Decadence. Там прям отыгрыш роли конкретный, совершенно разных ролей. Но, к сожалению, так как та контора не Bethesda, у них каждый отыгрыш получался очень коротким, но тем не менее игра интересна вот именно этим. В Fallout же все отыгрыши роли убрали. Отличие у вас, собственно, только будет заключаться в том, как вы убиваете соперников. Кулаками, стреляющим оружием, пистолетами механическими или там энергетическими. Вот это и весь вот агрыш роли, собственно. Боже, ну сможете вы открыть замок или не сможете? Что это реально вот агрыш роли? Харизма тут практически ни на что не влияет. Очень прям, ну, я не знаю, мне вспоминали только один или два квеста, что ли, которые мне харизма помогла пройти именно. Во всех остальных случаях харизма это просто, ну, получение каких-то дополнительных сведений и опыта, и все. Еще, ну, таких побочных сведений. Возможность открывать замки. Вот у меня прокачено, я могу открывать самые сложные замки и самые сложные терминалы. И мне всегда хочется, когда я открываю очень сложный замок, что я там увижу какой-нибудь новый квест, знаете ли, что-нибудь прочитаю, такое необычное фиг. Я не вижу никакого отличия между открыванием легких замков и очень сложных замков. И там, и там просто киды дополнительные патроны, крышечки, какое-нибудь оружие, и все. В четвертом Fallout'е изменена система Special практически полностью. То есть, если раньше это вы изначально ее ставили и изменить было нельзя, то теперь на каждом уровне вы можете вкидывать сколько угодно очков. Ну, не сколько угодно, я вру, точнее. По одному очку на каждом уровне дается одно дополнительное очко, которое вы можете либо вложить в перк, либо в один из параметров Special. Причем в начале вам дается 21 очко, я раскидал их, по-моему, интеллекту и харизму я дал по 8 очков, 6 на восприятие, а, нет, вру, наверное, 5 на восприятие, 8, по-моему, 8 и 8 на удачу и интеллект, 7 на харизму и оставшиеся на восприятие, вот так. Но, поиграв в игру, я понимаю, что можно было просто раскидать одинаково по всем параметрам. Был бы у меня 4, 4, 4, 4, 4 везде и все. И, пфф, вообще никак бы не повлияло, по-моему. Это не... ты не отыгрываешь вообще никого. Ну и что, что у меня 8 интеллект? И что? Как где отыгрыш роли интеллектуального, харизматичного, удачливого чувака? Нет вообще абсолютно ни в чем. Хотя, повторю еще раз, что основа для создания отличной ролевой игры есть. Только зачем это бесезде? У них есть вот шаблон, созданный в Моровинде, шаблон песочницы, на который они постоянно натягивают то Fallout, то Oblivion, то Fallout, то Skyrim. Что там будет следующее? Hammerfell или High Rock, не знаю, или Чернотопья, потом Fallout 5. И вот так постоянно вырастает новое поколение, которое не играло в прошлый Fallout. Я напомню, кстати, что прошлый Fallout 7 лет назад вышел. Как раз одновременно с Циллой и Пятой. Я оба диска одновременно купил. Лицензионных они у меня лежат. Пятый Циллой и третьего Fallout. Ну, 7 лет. Выросло новое поколение, которое не играло в третий Fallout. И для них четвертый, конечно, вау. Вау. Для нас же, которые играли в третий и в Нью-Вегас, ну, блин, ну, это уже было, это настолько откровенно Бесесда нам втюхивает вторичный продукт, что мне даже как-то неудобно, честно говоря. Ну, это вот в каждой мелочи видно, что они ничего нового сюда не вносили. По поводу же того, что в этот мир не веришь. Понимаете, ты вылазишь вот из первого же убежища, и вокруг тебя раскиданы прям веером пистолеты, пули, стимуляторы. При том, что ты знаешь, что в это убежище уже как минимум один раз воры забирались. То есть вокруг тебя должно быть вообще пусто по-хорошему. Там ты можешь где-то там найти случайно, при высокой удаче что-то там, какой-нибудь это, но тебе должно быть сложно. А, я еще не уточнил, что я на самом высоком уровне сложности играл. Ну, потому что последние игры, они вообще как-то расстраивают. По поводу сложности я уже сразу себе высокую сложность ставлю. И то, вот я сейчас на 47 уровне, у меня 200 стимуляторов, крышки вообще ни на что не трачу по-хорошему, у меня там 1010 их. Отмычек немерено. Есть, кстати, прокачка, которая дает, что у вас отмычки не ломаются, если вы замки вскрываете. А другая прокачка дает, что у вас терминалы не блокируются, когда вы их открываете. Так вот это ничего брать не надо, потому что отмычек у вас все равно будет выше крыши. А терминалы, хорошо, они блокируются, но они разблокируются через несколько секунд. Если легкий терминал, через 10 секунд он обратно разблокируется. Ну и смысл вообще. Ты можешь просто бесконечно этот терминал вскрывать. При том, что, кстати, самые сложные терминалы вскрываются легче, чем легкие. Потому что там слова длиннее и проще подобрать слово, чем четырехбуквенные легкие терминалы. Это вообще поразительно, конечно. Ну так вот, вылазишь, у тебя там все россыпью, да, и ходишь по улицам, ну ладно, заброшенные улицы, да, предположим, там какие-нибудь гули засели, там никто не мог это все забрать. Хорошо, там ты нашел это. Но когда заходишь на улицы, где живут люди, у меня вообще начинаются вопросы. Во-первых, почему там до сих пор лежат какие-то пули, крышки и так далее? Это я говорю не про воровство у людей, а именно вот в таких общедоступных местах. Потом меня всегда удивляет, почему я прихожу в поселение, и там постоянно, извините за слово, срач. Я не говорю, что там должны улицы убираться, как у нас. Но в некоторых местах просто у человека заходишь за угол, у него там валяются скелеты когда-то погибших людей. Ну ладно, ты не убираешь шины, не убираешь какие-то разбитые ванны и туалеты, но трупы можно вынести со двора, нет? Вот что меня больше всего поразило, это самое большое поселение в игре, Diamond City. Оно находится на бейсбольном стадионе Бостона. Мы туда приходим, общаемся с жителями, и нам жители постоянно говорят, вот, это самое безопасное место в городе, за этими стенами мы себя чувствуем в безопасности. Никто сюда не может пробраться, вообще никто. Ну такой, ходишь, да, думаешь, да, да. А потом начинаешь разведывать окрестности, и вокруг этого бейсбольного стадиона находятся четыре высотки, реальных высотки, там, не знаю, этажей по 16, в которых засели супермутанты. И эти еще супермутанты, когда мы зачищаем эти высотки, по нам шмаляют гранатами, гранатометами и так далее. Вот у меня спрашивается, что мешает этим супермутантам из этих высоток, собственно, пострелять гранатками, да, вот в этот стадион. То есть он без крыши стадион, представьте себе, бейсбольный. И вот такие мелочи постоянно, ты понимаешь, что такого просто не может быть. Я знаю, что это выдуманный мир, будущее, но я люблю фантастику читать, я люблю читать о будущем. Когда люди создают реальный мир, который действует по настоящим законам, в него веришь, в нем хочется жить, и ты себя представляешь в нем. А когда создается просто для того, чтобы нас чем-то удивить, и без выдумки абсолютно, это же просто для удивления созданное, что типа город на стадионе бейсбольном, вот, ребята, как мы прикольно придумали. И еще вокруг расставим многоэтажки с супермутантами. А то, что этого реально не может такого происходить, потому что иначе бы этот город был сразу уничтожен супермутантами. На это уже либо мозгов не хватает, хотя я думаю, что как раз хватает, просто они считают, что мы с вами это схаваем. Мы-то схаваем. Fallout 4 разошелся самым большим тиражом среди всех игр Bethesda. Но просто к следующей игре от Bethesda уже будет много вопросов, и скорее всего, она разойдется меньшим тиражом. Более того, очень бы я не рекомендовал Bethesda делать очередной моровинт, очередную песочницу. Им надо что-то придумывать новое, потому что Fallout 4 показывает, что уже что-то занадто это. Уже это не так торкает. Интерфейс в Fallout, как и карту, традиционно решили не менять, не исправлять, оставить такой же кривой, поэтому мне очень удобно будет прорекламировать 2GIS в данном случае, потому что все-таки 2GIS очень удобная программа, и показывает она много всего, например, время работы, заведения, скидки, если они есть в магазине, и так далее, и тому подобное. Поэтому очень жаль, что Bethesda не обратилась к 2GIS, и не воспользовалась их сервисом в Fallout 4, зато им можете воспользоваться вы, к чему я вас и призываю. Пользуйтесь 2GIS, и играйте в умные игры. Знаете, можно вообще долго еще продолжать высказывать претензии к Fallout 4. Боевая система. Они упростили ВАЦ. Ну, предположим, в начале, когда я начал им пользоваться, вот в 4-ом Fallout, мне оказалось, что это удобнее. То есть нас не отправляют в такую пошаговую, что когда вы включаете ВАЦ систему, а все-все-все-все продолжает двигаться, но при этом вы выбираете цель, стреляете, потом можете и вживую стрелять, в реальном времени. Но оказалось, что так людям, видимо, очень просто убивать монстров. Знаете, что в Бесезде сделали с монстрами? Они их сделали как с кипидаринами. Ну, имеют не только монстров, но всех противников и людей, там, и стрелков, и супермутантов. Они к вам несутся, как, не знаю, сумасшедшие. Если с гулями, например, там, или с когтями смерти, это еще более-менее понятно, они всегда такие были резкие и шустрые, то с другими противниками большие вопросы. Я просто... Я просто даже попытался поубегать от некоторых из них, и это реально невозможно. Меня догоняют даже люди в броне, которая, типа, должна сковывать им движение. Ну да, если я нажму ускорение, спрячу оружие, я все-таки убегаю, да. Но, имеется в виду, в одинаковом режиме бега нифига не получается убегать, потому что они несутся к вам что сумасшедшее, именно для того, чтобы нивелировать вот это ваше преимущество в стрелянии. И теперь не работают даже снайперские винтовки, потому что, ну, вы можете один-два раза снайперской винтовкой выстрелить из укрытия, и к вам уже несутся. И даже издалека к вам все равно прибегут и настучат по башне в любом случае. Поэтому, если вы играете, я вам рекомендую... Если вы еще не играли, то рекомендую прокачивать либо ближний бой сразу, это самый лучший вариант, либо прокачивать пушки на ближний бой, то есть там дробовики всякие, карабины. Снайперское оружие в этой игре не особо работает. Хотя, с другой стороны, здесь такие тупые соперники, что иногда можно и снайперской винтовкой пострелять, они просто иногда где-нибудь застревают, стоят, прячутся как-то по-странному. И на самом деле, самый такой неудобный соперник для меня был такой быть смерти. Постоянно неудобный. Конечно, он очень сильный, он вас бьет, но он реально двигается очень неплохо. Мне приходится закидываться ультравинтом, это такой наркотик, который замедляет движение в игре, то есть у вас все так медленно на экране, и то это бестие умудряется уворачиваться от моих выстрелов. То есть он для когтя смерти разработчики как-то вот неплохо придумали его действия. Все же остальные соперники, единственное, что берут, это либо свои силы, либо своей долгой пробиваемостью. Ну, например, есть супербосс такой, лебедь. Не буду описывать, где это и что это. Я думаю, кто играл, поймет. Смысл в том, что я его, например, нашел на низком еще уровне, и он мне показывался с черепом рядом с его хитпоинтами. Это значит, что это очень сильный для вас соперник, лучше убежать. Но я его убил просто бегая вокруг препятствия. Он... Я его бил долго, конечно, но при этом он мне так ничего и не сделал. И все соперники вот примерно такого уровня развития, понимаете? Самое главное нововведение, и, наверное, даже единственное, собственно, такое крупное нововведение в Fallout 4, это то, что вы можете теперь строить свои собственные поселения. Ну, не везде это можно сделать, только в отведенных разработчиками местах. Эти места определяются по наличии мастерской. Если вот вы где-то видите мастерскую, значит, там вы сможете или уже можете строить поселение. Иногда это место зачистить надо, иногда там что-то сделать, поставить маяк или еще что-то, но со временем вы просто можете на этом месте начать строить дома, привлекать поселенцев, поставив радиомаяк и так далее, и так далее. Вообще, мне это дело очень сильно напоминает игру Rust. Можете погуглить где-нибудь, хотя большинство там пишут, что это симсы, но на самом деле больше всего на Rust похоже. Правда, в Rust там вы не поселенцев привлекаете, а все это для себя делаете, но визуально именно на эту игру больше всего смахивает. Но народ, конечно, уже сразу разразился отличными комментариями, я считаю. Например, Честно скажу, я понимаю, почему Bethesda добавила вот эти все строительства домиков и так далее в Fallout. Потому что это просто сейчас модно. Самая популярная игра у нас какая? Правильно, Minecraft. Собственно, добывание всяких палок, извините, говна и конструирование из них другой фигни, чем нас и, хотел сказать, заставляют, но на самом деле не заставляют заниматься в Fallout. Это просто дополнительная такая возможность. Другое дело, что она здесь выглядит, ну, просто чужеродно. Мне, мне, наверное, понравилось, да, заниматься этими поселениями. Я не спорю, ну, при чем тут Fallout вообще? При чем здесь пустоши? При чем тут ролевая игра? То есть вот если бы это отдельно было, какой-то другой игрой под другим названием и прочего, цены бы и не было. Но тут это выглядит настолько как-то не пришей кобыле хвост, каким-то балаганом, с собиранием всякого мусора по всем пустошам и заколокам, чтобы потом прийти и сконструировать кровать. Ну, ладно, кровать. Вы представляете, вот наш герой может сразу создавать из навоза, бревен, гаечек и прочего генераторы или даже водонасосные станции. Представляете, да? Да даже в современном мире такой человек, который может это все сконструировать, был бы навес золота. А уж я представляю, каким бы он богом был вот в мире пустошей. А нет, он ходит по поселениям, ставит им турели защитные, генераторы, причем не покупает турели, а сам их создает из болтиков и гаечек. А поселенцы, которые приходят, еще, знаете, там выражают недовольство, что им заняться нечем. Типа, найди нам еще работу полностью. Короче, симулятор коммунизма такой, знаете. Ну, почем еще проехаться? Система диалогов. Я думаю, это уже все обсудили, да? И, вы знаете, я по-другому к ней придерусь. Вот все придираются, что, типа, ответов всего четыре, и они очень такие краткие. Ну, на самом деле, за этими краткими ответами скрывается полный ответ. Просто, ну, по-моему, логично, что Bethesda сделала это так кратенько, и вам все равно понятно, что вы отвечаете. У меня претензия к диалогам другая. Она, эта система, не вариативна теперь. То есть вы по-хорошему опять никакой роли не отыгрываете. Вы можете согласиться, отказаться или уточнить. Уточнить, и все. Вот все, что вы делаете. А вырулить на какой-нибудь другой диалог, как-то получить какую-нибудь новую информацию, новый квест, или изменить вообще квест, или договориться по-другому. Этого нету. То есть вот как прописано, вот тоже одна из проблем, собственно, Fallout'а, нас заставляет Bethesda играть так, как она хочет. То есть у вас нету выбора, у вас нету игры, у вас нету роли. Если вы проходите квесты, то вы проходите только так, как и хочет, чтобы вы проходили Bethesda. И это огромная проблема для ролевой игры. При этом я повторюсь, что Fallout 4 стал рекордсменом среди всех игр Bethesda по продажам. Что еще давит на атмосферу? Обезличенные жители пустоши. Заходишь в город, там написано гражданин 1, гражданин 2, гражданин 3, поселенец, поселенец. По мне так лучше бы они вообще ничего не писали. Я согласен, если бы они у всех были имена, то мы бы просто запутались и не знали бы, кто будет давать квест, кто значимый, кто незначимый. Но писать гражданин номер 5, это трындец какой-то просто. Вы не пишите ничего. Просто незнакомый чувак. Я не знаю, как его зовут. Вообще, гражданин он или нет, идет куда-то. Фиг с ним. Ну, рейдеры опять тоже из 3-го Fallout. Мне, знаете, такое ощущение, что мы где не оказываемся, в столичной пустоши, да, в окрестностях Нью-Вегаса. Почему там все одни и те же люди? Неужели за 200 лет, как прошла бомбардировка, не появляются, не появилось какое-то разнообразие? Ну, да блин, жители Питера от жителей Москвы отличаются. А тут 200 лет, и такая изолированность друг от друга. Конечно, должны появиться разные совершенно... Не только люди, но и супермутанты другие. Ну, этого ничего нету. Такое ощущение, знаете, как музыка одна и та же, блин, 10 песен. Какая проблема была у Бесесды новые песни на те, тоже мне непонятно. Уже давно копирайт на эти песни 50-х, 40-х ушел, они вообще бесплатно могут эти песни брать. Посадите одного человека, чтобы он прослушал эти все песни и выбрал интересные. Да нет никакой проблемы, конечно. Просто, Бесесда не хочет на это ресурсы тратить. Она считает, что мы все это купим и так. Мы, собственно, и купили, и видите, рекорд для компании поставили. Силовую броню нам дают практически в самом начале игры. Ну, мне сложно сказать, что это прям уж недостаток, а почему и нет? Почему не поиграть в игре с самого начала в силовой броне, тем более, что она не особо на самом деле упрощает нам жизнь, потому что ее постоянно надо чинить и для этого надо находить все те же навозы-палки, чтобы это все склеить. Там уже нужны ядерные какие-то там атомные ядро, чтобы эта броня работала. Ну, правда, с этим тоже проблем у меня никаких нет. У меня сейчас этих ядер, по-моему, штук 45 бесконечные уже не заканчиваются. Но самое во всем этом интересно, знаете, что я вот просто сейчас открываю на стиме отзывы, ну, в основном на русском языке, в основном, кстати, отрицательные, а если переключить на английский, то будут в основном положительные. Ну, так вот, вот отзыв не рекомендую, человек наиграл 45 часов, дальше не рекомендую, человек наиграл 87 часов, ну, не рекомендую, 58 часов, 125 часов, 120 часов. И вот слышите мою, да, вот эту критику, которую я вам говорю? Зайдите в профиль Халецкому и посмотрите, сколько он наиграл в 4-й Fallout. Я вам скажу сейчас сам, 101 час. При этом я сижу и сколько уже минут во всю эту игру критикую. Ну, на самом деле, конечно, немножко поменьше, потому что у меня несколько дней просто она запущенная висела, я тут уезжал, ну, неважно, пускай 80 часов, все равно дофига, да, для игры, которую я почему-то критикую. И вы можете совершенно резонно меня спросить, чувак, тебе не понравилась игра, так что ты 80 часов наиграл? Ну, во-первых, я не скажу, что она мне не понравилась. Это добротная игра, добротная. И я вам ее все-таки рекомендую. Она у меня пойдет в разделе рекомендаций, потому что, во-первых, сейчас нету других игр, да, Песочница тоже не часто выходит. Но эти 80 часов, которые я провел в игре, понимаете, вот мне их действительно жалко. Вот у меня тут ниже, например, 2700 часов в Циви. И ни одно из этих 2700 часов мне не жалко. Мне было интересно в этой игре, и постоянно мне в ней интересно. Fallout 4, он затягивает, он, знаете, как вот эти убиватели времени, там, на Фейсбуке, еще где-то. Но он не дает вам ничего нового. А наоборот, он скорее, знаете, затирает оригинальные интересные моменты, которые у вас в памяти остались от третьего Fallout или от Fallout New Vegas. У вас теперь все, ну, у меня, во всяком случае, теперь перемешалось все в голове. Я не буду понимать, вот, откуда это у меня, из четвертого Fallout или из третьего. Зачем? То есть, то, что я вот провел вот 80 часов сейчас в четвертом Fallout, то же самое было бы, если бы я сейчас решил запустить Fallout New Vegas, пройти заново, я бы тоже точно так же там пропал. Но это не плюс четвертому Fallout, это плюс New Vegas. То есть, именно у меня было ощущение, как будто я играю опять в третий Fallout такой. Но я уже играл в третий Fallout. Я не хотел, я не хотел сейчас играть в предыдущую часть. Я хотел сыграть в какую-нибудь новую игру. А меня Bethesda заставила с этой притягательной магией песочницы пустошей сыграть в третий Fallout. Я должен быть ей за это благодарен? Нет, конечно. Поэтому, если вы, мой зритель или слушатель, не играли в третий Fallout, и уж тем более Fallout New Vegas, то лучше, знаете, что сыграйте в них. Особенно Fallout New Vegas. Это более ролевая игра, чем четвертый Fallout. Если вам хочется построить из веточек металлолома и старых покрышек домики, то играйте лучше в Minecraft. Причем тут Fallout вообще. Или в Семсов, действительно. Или, блин, в Rust. В Rust тоже пострелять можно. Построил дом, и бегай стреляет. В четвертом Fallout вы ничего нового не увидите. Ну, а уж если вы все-таки купите четвертый Fallout и будете в него играть, то, знаете что, лучше не выполняйте квесты. Будьте таким вольным стрелком, гуляйте по пустоши, как вам хочется, натыкайтесь на неизведанные места, сами себе сочиняйте историю. Кстати, в отличие от квестов, например, вот то, что вы находите записи в терминалах или в каких-то записках оставленных, они более интересные, они более художественные, представляете? То есть, квесты они почему-то не смогли нормальные придумать, зато в терминалы позапихивали вполне удобоваримое чтиво. И поэтому вот такое гуляние по пустоши бесцельное абсолютно, оно намного более атмосферное, чем движение по сюжету этой игры. Ну что ж, разговорился я намного больше, чем хотелось бы, ну, потому что хотелось выговориться. Приглашаю вас в комментарии со мной поспорить, конечно же, но я думаю, что большинство как раз согласится, потому что очень странной и неоднозначной получился игрой Fallout 4. И при этом он разошелся очень большим тиражом. За себя могу сказать, что следующую игру от Bethesda, я уверен, что она опять выпустит песочницу. Судя по очередности, теперь это уже в мире Варденфелла должно быть, то есть какой-нибудь, как я и сказал, Хайрок или Хаммерфелл, что-нибудь такое. То есть теперь фэнтезийная песочница будет, но она будет про то же самое, про гуляние по длинным подземельям с атрофированной ролевой системой, а вось модами игроки игру допилят до удобоваримого состояния. Слушайте, нам, знаете, нам скоро будут вообще выпускать просто какие-то каркасы без городов, без ничего и будут говорить, так, давайте сами тут города создавайте и играйте в это. А мы вам просто вот типа движок выпустили, заплатите нам за это две тысячи и давайте тут играйте полностью. Я не хочу в такие игры играть, понимаете, я хочу, чтобы мне сюжет давали. Уже для таких игр и так Майнкрафт есть, да, ну, блин, не портите ролевые игры, дайте нам приключения, придумайте их для нас, мы для этого и покупаем эти игры. Ну и небольшой лучик надежды, обсидиан так завуалированно сообщает, что у них они договорились с каким-то известным разработчиком, я вам даже зачитаю, генеральный директор обсидиан Фергус Уркарт заявил, что студия сейчас работает над некой новой игрой в жанре РПГ, о которой мы услышим через несколько месяцев и даже заручилась поддержкой какого-то издателя. Напомню, что после выхода Fallout 3 обсидиан договорилась с Bethesda и выпустила свой Fallout под названием New Vegas, так что возможно нас ждет еще один Fallout от Obsidian но это пока только слухи про четвертый же Fallout я надеюсь я вам смог донести свои впечатления свою мысль жалко, жалко, что игра так затягивает являясь при этом абсолютно бездушной если хотите вы слышали разочарованного Лешу Халецкого раз уж досмотрели до конца то по-моему это видео заслуживает лайка и того что вы им поделились с друзьями ну а вы пользуйтесь двагис и конечно же играйте в умные игры до конца